А в Санкт-Петербурге заканчиваются последние приготовления к международному экономическому форуму, который открывается завтра. В аэропорту Пулково в срочном порядке построили новые лестницы, все городские маршруты на Васильевском острове изменили, жители пускают домой только по прописке и вообще советуют по возможности уехать из города на время статусного мероприятия. Ну а жители других районов наверняка тоже почувствуют присутствие в городе высоких персон по периодически перекрываемым для машин с мигалками дорогам. А гостей форума в этом году будут развлекать балетом, парусной регатой, йогой, губернаторским приемом в Михайловском саду и концертом Стинга на Дворцовой площади. Сегодня в Петербурге открылся молодежный экономический форум. На нем работает наша коллега Таня Арно. Она с нами на линии прямой связи. Таня, приветствуем. Ты слышишь нас? Да, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, коллеги. Вообще-то я нахожусь в петербургском бюро телеканала «Дождь». Это я в 12 была на молодежном форуме, но не суть. Ну что, друзья, сначала шутка. Москвичи в Петербурге, а петербуржцы в Москве. Понимаю, что вы хотели бы быть на моем месте, но... Но это не шутка. К сожалению, это реальность. Хорошо. На самом деле будем торопиться, потому что у нас всего 4 минуты, а потом сюда, в петербуржское бюро телеканала «Дождь» нагрянут сотрудники ФСО с плановой проверкой. Потому что к 6 часам все павильоны должны быть смонтированы и досмотрены. Собственно, а завтра в Ленэкспо уже заработают металлодетекторы и специальные электронные чекпоинты. Мы с вами находимся в 7 павильоне, где по традиции размещены постоянные партнеры форума. Это «Газпром», «Сбербанк», «ВТБ» и так далее. А также информационные спонсоры. Это наши коллеги с «Раша Тудей», это ваши коллеги с «Эхо Москвы», с «Бизнес.ФМ», «Вести.24» и многие другие замечательные СМИ. И что, давайте покажу вам... А, собственно, сейчас еще про нас расскажу. У нас самое выгодное... ...в втором этаже. То есть нам видно практически все, что происходит в павильоне, но главное, что им всем видно нас. И сейчас я покажу вам... Вот я нахожусь уже... Это 60... Я немножко волнуюсь. В общем, 64 квадратных метра. Вот площадь нашего петербуржского бюро. И сейчас 6 человек обеспечивают этот эфир, включая меня. Я нахожусь в пространстве, в царстве, можно сказать, Игоря Иванова. Вот здесь, отсюда будет выходить программа «Деньги». В 19.45 он сядет в Сапсан и привезет сюда все свои бабочки, колокольчики. А Мишка с быком вот уже приехали. Внимание, Дмитрий и Ольга. Информационный сияющий стол. Практически как у вас сейчас на Красном Октябре. Я жду вашей реакции. Не такой сияющий, конечно, и не такой большой. Но, тем не менее, это в Петербург. Понятно. Таким он должен быть. И нам бы, конечно, хотелось бы заняться сейчас оказаться. Ну, сейчас не рубашка, я уже увидела Казнина. Так, прекрасно. Это аппаратная. Светлана Доля у нас сейчас. Привет. Так. Быка вижу. А идем сейчас вот чуть-чуть быка. И медведи, он тоже видел. У нас просто замечательное соседство, друзья. Потому что практически дверь в дверь мы соседствуем с гостиной, вернее, шахматной гостиной Аркадия Дворковича. Которая, в общем, имеет совершенно неофициальный статус, а скорее такой светский. И здесь все эти высокие гости форума после официальной части и после всех своих переговоров расслабляются. Вот, видите, здесь для них заготовлен бар, замечательный, уже оборудованный алкогольными напитками. Вот белые диваны, на которых они могут там посидеть, расслабиться, поговорить. Дальше там они могут поиграть в шахматы. Ну, я считаю, что главное вообще, конечно, какой Петербург без воды, это вот эта замечательная веранда, терраса, которую сейчас мы не можем на нее, к сожалению, выйти. Но она очень красивая, там какая-то навигация. В общем, очень романтично. Вот такой странный конец. Таня, интересно, как вообще живет город в преддверии форума? Действительно, на Васильевском острове, на станции метро Приморская, вокруг Ленэкспа зачистили, так сказать, всех нежелательных, пускают по прописке, меньше машин уже стало, орудуют вовсю сотрудники ФСО или пока этого не заметно ничего? Все это, конечно же, присутствует. Мне кажется, уже петербуржцы в целом привыкли к этой ситуации. Нормальные люди, конечно, стараются как-то не посещать этот район в это время. Если кто живет, то ему, конечно, не повезло. Ну, что делать? Действительно, принимаются усиленные меры безопасности. Вчера было какое-то ограбление. Да, и, в общем, тоже об этом все сегодня говорили. Там какую-то ювелирную лавку ограбили. Ну, в общем, а в 9 часов мы расскажем поподробнее. Вот Перминов, который оператор сейчас, говорит мне, что в 9 часов мы тоже сегодня выйдем с вами на связь и расскажем уже про светский Петербург. В общем, в течение форума, что можно будет посетить. Очень смешно на сайте обозначено, наверняка вы видели, что для супруг участников форума, для женщин йога и так далее, вот об этом мы и поговорим вечером. Спасибо Тане. Таня Арно из Петербурга.